Семён С уроков труда он приносит соломенных кукол или шитьё. Таковы особенности нынешней системы образования. Они шьют все вместе. То есть нет такого, что мальчики там плотничают, как это было в Советском Союзе. У нас мальчик учился только шить, вязать, вышивать. Ну, короче, мальчик делает куколок вот в наше время. Перетрухин. Какое главное правило в работе? Семь раз отмерь, один раз отрежь. В советское время уроки труда были строго раздельными. Мальчики учились быть мужчинами на все руки, девочки – образцовыми хозяюшками. Теперь предмет один, общий для всех, с размытым названием технология. И в каждой школе его трактуют по-своему. В этой школе вообще нет ни столярных, ни токарных мастерских. Решили, если родители хотят, чтобы мальчик умел работать руками, пусть учат сами или отдают в училище. На уроках предлагается наравне с девочками изучать шитьё, кулинарию и даже дизайн интерьера. Мне кажется, очень важно мужчинам освоить шитьё. Всё-таки это нужно, поскольку иногда приходится что-нибудь сшивать и, скажем так, ремонтировать какие-то вещи. С каждым движением рубанка поворачиваешь пальчиками. А это уже другой подход. Мальчики стругают. В соседнем классе девочки готовят фруктовый салат. Киви мы должны почистить, да? Вот сейчас нам будет удобно чистить, вот когда на четыре части киви, да? Снимай с неё корочку, снимай. Но каждый ребёнок может выбирать профиль вне зависимости от пола. Правда, пользуются этой возможностью немногие. На этой школьной кухне всё примерно как в среднестатистической петербургской семье. Микроволновка, электроплита, комплект посуды. Правда, на 20 человек. В этом классе два раза в неделю девочек учат готовить и в целом вести домашнее хозяйство. Ведь даже пятиклассницы не знают, как заварить чай или нарезать яблоко. Они не знают, как пользоваться ножом. Они могут взяться за лезвие ножа, допустим. То есть вот такие... Пятиклассницы. Пятиклассницы. Я понимаю, что да, что нужно очень чётко первые дни отследить, первые занятия, как они поняли. Среди родителей начинают пользоваться спросом частные школы раздельного обучения, где делается акцент на женское и мужское воспитание, за что многие семьи готовы платить большие деньги. Глобально речь идёт о сохранении традиционной модели отношений, считает священник Сергей Кубышкин. Общаясь с супружескими парами, он не всегда понимает, кто глава семьи. Мужчина зачастую превращается в неких домохозяек. Это особенно для города. А женщина, которая раньше была конечница, чага, воспитывала детей. Женщина сейчас, наоборот, она зарабатывает деньги, несёт семью. К мужу, который в этот момент занимается воспитанием собственного ребёнка. Конечно же, я могу сказать так, что меня как священника это очень иногда удивляет, поражает и вызывает вопросы. Это грандиозный кризис семьи, говорит священнослужитель Илья Шугаев. Недавно в рамках четырёхчасовой конференции он провёл для петербургских школьников резонансный урок. Советовал, например, как правильно искать мужа или жену, сравнивая выбор спутника жизни с выбором автомобиля. Специально для Пульса города священник объяснил, зачем необходимы такие уроки. Мне кажется, очень важно, действительно, чтобы современное общество относилось как к любви, к семье, как к чему-то священному. В фильмах, например, то, что в средствах массовой информации видят совершенно ложные модели поведения, когда свободные отношения, не связанные никакими там серьёзными отношениями, росписью в ЗАГСе, например, считаются нормальным. Понимаете, даже в советское время, грубо говоря, перед тем, как поцеловаться, уж нужно было в любви признаться. Современное подростковое кино высокоморальным не назовёшь. Фильм ужасов Надежды Михалковой «Проигранное место» показывает отношение школьников к традиционным ценностям. Фрагмент фильма пришлось частично закрыть мозаикой поэтическим соображениям. Что-то убивает, моя первеноклассника. Убивает место. Кинематограф, СМИ, интернет, учителя или батюшки – вечный спор, кто и как должен говорить с детьми о морали и половом воспитании. Неудобную тему перекидывают друг к другу, как мячик. Родители пытаются избавиться от разговоров про это в надежде на школу. Школа считает, это дело семейное. Церковь в образование вмешиваться не должна. Для религиозных семей есть воскресные школы. Да и специальные уроки в школе не нужны, считает большинство учителей. В школе изучается великая классическая русская литература, где столько о семье, где столько о любви. Поэтому вот эту тему можно прекрасно дать на уроках литературы. И учителя, которые ведут этот предмет, конечно, это делают. В любом случае, 45 минут самого продуманного школьного урока не воспитают образцового мужчину или настоящую женщину. Школа жизни – это семья. Дружно, внимательная, где даже самые занятые родители найдут время для каждого ребенка, чтобы сын или дочь перенимали опыт, умение и модель поведения настоящего мужчины и истинной женщины. Евгения Альфельд, Пульс города.